Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и да, у меня вот только-только появилось свободное время для того, чтобы заснять обзор вот этих двух замечательных геймпадов, а пришли они мне где-то уже неделю назад. В этом видосе я вам расскажу про две эти замечательные лимитки, расскажу где покупал, чем они отличаются от простых геймпадов, да, они отличаются от простых геймпадов Xbox Series, и в общем, обо всем сегодня расскажу. Если вдруг видосик понравится, то поставьте лайкусик, подпишитесь на канал, ну и напишите свое мнение о данных геймпадах. Начну, пожалуй, с предыстории, что мы с Диманом решили раскошелиться и приобрести себе два вот таких вот геймпада. Если что, вот этот геймпад не мой, это геймпад моего брата Снупи, который, по сути, доверил мне его приобрести и забрать. Дело в том, что у него нету банковской карты, и он забирался практически, по-моему, только по предоплате, если не ошибаюсь. Данный геймпад купил я, вот такой вот 20-летней серии. Я почему-то решил отметить данное событие со всеми, и думаю, блин, ладно, я как бы давно не покупал геймпады, и да, я приобрету этот, в итоге мне приехал вот такой вот геймпад. Но начну данный видос, я пожалую с этого геймпада, потому что лично для меня он произвел, ну, больше положительных впечатлений. Вот, в принципе, он вживую. На мой взгляд, дизайн очень классно получился, хоть и выполнен он довольно-таки просто. Ну, знаете, чисто красками чутка побрызгали. В первую очередь, естественно, после окраски заметен другой материал пластика. Он тут, знаете, скольже, чем в обычных геймпадах, и это по-своему прикольно. Также, практически сразу ощущаются и новые рукояти, и это то, что удивило меня больше всего, ибо материал, из которого они выполнены, это просто кайф. Не могу сказать точно, что это за материал, но на ощупь он похож очень сильно на софт-тач. Сзади мы можем увидеть логотип Хорайзена, тоже довольно-таки прикольно выполнен. Под крышкой у нас, к сожалению, здесь ничего нет, почему проверяю, потому что в следующем геймпаде тут будет некая пасхалка. Также на лицевой части есть логотип Форзы, но видно его, наверное, не так сильно, и приходится присматриваться. Помимо всего, из уникальностей, тут часть корпуса сделана прозрачной, и при игре можно без проблем увидеть, как крутится вот этот вибромоторчик. К сожалению, данный геймпад в действии я его не покажу, поскольку дал себе слово, что пока Снупи не приедет, я его не включу. Что касаемо нажатия кнопок, они тут такие же, как и в обычных геймпадах, поэтому тут, по сути, без изменений. Кстати, в комплекте, помимо батареек, в данной лимитке можно найти еще и эксклюзивный контент. Но, опять же, я вам его не покажу, поскольку, опять же, геймпад не мой. Вы знаете, для многих данный геймпад может быть какой-то не очень, по типу здесь есть розовые тона, и многие данный геймпад отнесли кое-какому сообществу, которое, ну, лучше не упоминать, да. Но я считаю, что геймпад выглядит потрясно, классно, стильно, а самое главное, под Forza Horizon 5. Вот, не знаю, если бы у меня был такой геймпад, я бы, наверное, на нем играл чисто бы в Forza. Вот реально кайф. Но самый, конечно, кайф, повторяюсь, то, что здесь есть вот эти вот резиновые прокладки. Я уж не знаю, отклеятся они или нет, но это реально очень комфортно. То есть, обычный геймпад, он менее комфортный, потому что у него и такого нет. О таких вот, кстати, штучках я мечтал долгое время, я думал, что его подвезут априори с геймпадами Xbox Series, но завезли только лишь в лимитке. Вот. Что касаемо каких-то нюансов, то я хочу отметить, наверное, вот эти вот провода на геймпаде, они смотрятся такой себе. Они есть и на левой стороне, есть и на правой, вот. В остальном, данный геймпад выглядит стильно, классно, но, опять же, я офигел с материалом, потому что... Я такого не ожидал вообще заметить, как-то воспринять, но это прикольно. Вот за то, что лимитку сделали как минимум качественно, это очень классно. Да, конечно, большие вопросы есть к тому, сколько она там проживет, эта лимитка, но все равно геймпад очень-очень прикольный. Второй геймпад, это геймпад 20-летний Xbox. Да, дело в том, что на днях Xbox исполнилось 20 лет, они выпустили такой вот геймпад с честь данного события. Я решил все-таки раскошелиться, потому что я понял, что потом я такого геймпада не найду. Ну, а в коллекцию я его очень-очень хотел. Кстати, приехал он ко мне не с очень идеальной коробкой. Дело в том, что здесь у меня был надорван чек. Мне это как-то сначала смутило, потому что и коробочку я хотел как-то сохранить, чтобы она стояла у меня на полочке. Видно вам будет или нет, но здесь есть некий отблеск от того, что вот здесь был чек. Вот это вот не очень. Но давайте все-таки перейдем к геймпаду. 20-летняя лимитка, наверное, менее броская, поскольку она темная. Но вся эта прозрачность выглядит прикольнее, ибо она как минимум не имеет заметных проводов. Здесь также другой корпус и те самые резиновые накладки. Но, к сожалению, они лишь на нижней части рукояти, а не как на форзовском, в которой по всей. Но, несмотря на это, на ощупь он не менее кайфовый. На корпусе можно заметить брендированный 20-летний логотип. И то, что вокруг крестовины есть внутренне зеленая обводка. Если бы она в темноте еще горела, был бы реальный кайф. Поскольку геймпад мой, для вас я его все-таки включу. После включения тут мне очень понравилась цветовая гамма кнопки Home. Она выполнена в бело-зеленом цвете и очень сильно отдает временами Xbox 360. Не знаю, как вам, но мне это очень понравилось. В комплекте, кстати, все-таки имеется некий бонус, кроме батареек, и этот реал на подписку Xbox Game Pass Ultimate. И да, я его не активировал. Поэтому, в принципе, у всех, кто посмотрел этот ролик, есть возможность его заюзать. Конечно, через 15 минут выхода ролика его, скорее всего, заберут, но все же отпишитесь в комментах, кто его заберет. Кстати, если вы вдруг ищете, где можно купить подписку для своего Xbox, то советую вам сайт Code4Game. Там вы сможете найти и подписку Xbox Live Gold, и Xbox Game Pass, и даже Xbox Game Pass Ultimate. Но самое прикольное тут то, что вы можете приобретать данные подписки за бонусы от партнеров платформы. Например, вы можете купить Xbox Game Pass Ultimate на 12 месяцев всего лишь от 108 рублей. Помимо этого, до 30-го числа у них еще можно приобрести с хорошей скидкой Xbox Game Pass на 3 месяца для ПК. Поэтому, если у вас есть бонусы от программы лояльности, то не тратьте свои реальные деньги и рассчитывайтесь именно бонусами на Code4Game. Ссылочку, если что, оставлю в описании. Мне кажется, самое время показать вам вибромоторчики. Дабы это сделать чуть быстрее и нагляднее, я включил форзу. И как вы понимаете, когда я вхожу в повороты или еду по неровной поверхности, можно заметить, как на рукоятях все вертится. Прикольно, но знаете, при игре вы вряд ли на ССО обратите внимание визуально. Ну а теперь заглянем под крышку, и тут нас ожидает фраза. Когда все играют, все мы выиграем. И подпись Фила Спенсера. Мелочь, а приятно. Конечно, у этого геймпада есть еще одна пасхалка, но лично я вживую вам и это показать не смогу, поскольку у меня просто нет ультрафиолета. Да, ребят, если вы вдруг подсветите на коробку, будет образ Сарова геймпада. И это тоже как мелочь очень приятно. Этот геймпад, он не менее прикольный, но по сравнению, например, с Forza Horizon 5 геймпадом, да, то можно заметить, что вот эта вот боковинка, она не прорезиненовая. И это как бы не очень. Единственный трабл еще, который я заметил касаемо вот этого геймпада, я не знаю, как у большинства, но лично у меня вот эта вот панель, она немножко выпирает. И если я веду, так скажем, пальцем или просто делаю вот так вот, то получается так, что вот эту штуку я задеваю, будто она не совсем ровная. Я уже не знаю, мне так повезло с геймпадом или вся партия такая, но у данного геймпада все-таки такой и есть. Но знаете, несмотря на это, он все равно комфортно чувствуется, классно, прикольно. Единственное, блин, он такой же шумный, как и обычная. Если бы шум лимиток был бы такой же, как у PlayStation 5, на мой взгляд, цены бы ей не было. Конечно, может быть глупо прозвучит, но лично я на данном геймпаде в ближайшее время не собираюсь играть, потому что данный геймпад я купил, наверное, по большей части в коллекцию. Для напоминания того, что вот Xbox 20 лет. Я понимаю, что я, в принципе, к этому празднику официально никак не отношусь, но для меня это кое-что значит и данный геймпад, я думаю, что ближайшие два года, пока у меня не треснет тот, будет просто украшать мою полочку и вот как-то меня радовать визуально. Если вдруг вы еще не покупали второй себе геймпад, то задумайтесь, потому что данные геймпады, они действительно красивые, как по мне, они прикольные, и самое главное, они чуть лучше, чем обычные геймпады, потому что там есть резиновая поверхность. Поверьте, это реально очень классно. Да, я прекрасно понимаю, что такие геймпады стоят там 6-6400, но ради коллекции, так скажем, один раз в год можно потратиться для того, чтобы иметь вот такие прикольные геймпады. На этом, в принципе, все, вот такой вот видос, если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение в комментариях, как вам такие геймпады и хотели бы вы их приобрести, но также напишите в комментариях, если кто-то приобрел, как вам резиновые поверхности, потому что я лично них капец как тащусь. Вот, на этом все, большое спасибо за просмотр, друзья, до новых встреч.